Всем привет! Я думаю, многие из вас понимают, что перед тем, как начать инвестировать в крипторынок, новичкам необходимо разобраться в ключевых направлениях торговли и выбрать для себя наиболее подходящую стратегию инвестирования. На данный момент я могу выделить три направления в трейдинге, а именно краткосрочная, среднесрочная и долгосрочная торговля. Каждый тип торговли имеет ряд особенностей, отличающихся по необходимому бюджету и степени вовлеченности. Так, например, участвуя в краткосрочной торговле, вам необходимо ежедневно мониторить рынок, постоянно читать новости и всегда держать руку на пульсе. Но если вы выберете торговлю в долгосрок, то в этом случае вам не придется следить за крипторынком так часто, поскольку инвестиционная стратегия рассчитана на период в несколько месяцев или даже лет. И первое, с чего мы начнем, это краткосрочная торговля. Она собирает в себе множество различных стратегий, наиболее популярными из которых являются скальпинг и арбитраж. В случае со скальпингом задача трейдера состоит в том, чтобы покупать и продавать криптовалюту при малейших скачках цены в рамках одного рынка. Таким образом, за целый день вы сможете совершить до нескольких десятков сделок, которые суммарно смогут принести вам от 2 до 5% прибыли. Что же касается арбитража, то в нем вам предстоит отслеживать стоимость монет сразу на нескольких рынках разных бирж. Дело в том, что стоимость одной и той же монеты на разных биржах может немного отличаться. На этом и зарабатывают опытные трейдеры, покупая токен на одной бирже и продавая на другой по немного повышенному курсу. Лично я не рекомендую рассматривать эти стратегии краткосрочной торговли новичкам, поскольку они сопряжены с высокими рисками, которые вероятно понесут только убытки начинающим трейдерам. Однако есть альтернативный способ заработка в краткосрок, а именно участие в акциях по набору торгового объема. В этом случае ваша задача будет состоять не в получении прибыли, а в том, чтобы совершить максимальное количество сделок за небольшой срок. В качестве примера мы можем рассмотреть биржу Alpari, которая прямо сейчас проводит подобную акцию. Акция запустилась еще 17 апреля и продлится по 18 мая. В рамках данной акции биржа выделила довольно крупный призовой пул для 4 победителей. В качестве призов участники смогут получить 1 биткоин за первое место, от 2 до 5 эфириумов за второе и третье место, а также открытый приз в размере 1 эфириума для случайного пользователя. Согласно условиям акции, участники должны накопить 2 вида торгового объема, а именно общий и отдельный для монет таких как FX, Metals и CFD. Чтобы занять первое место, необходимо набрать 35 миллионов долларов общего объема и 700 миллионов долларов дополнительного объема. Для получения второго места необходимо набрать объем в 15 миллионов долларов и дополнительно в 350 миллионов долларов. Так, чтобы занять третье место, необходимым объем должен составлять 3,5 миллиона долларов и 150 миллионов для ранее указанных монет. Что же касается открытого приза в размере одного эфириума, то для его получения вам нужно совершить одну сделку на любую сумму, после чего вы станете моментальным участником конкурса. За выполнение условий пользователи будут получать лотерейные билеты, с помощью которых у вас будет шанс выиграть награду. Проведение лотереи состоится после завершения акции, а именно 22 мая. У всех вас еще есть время для участия. Ссылку на биржу Альпаре я, как всегда, оставила в описании. Обязательно переходите и участвуйте. Следующий тип инвестиций – это среднесрочная торговля. В ней вы можете вкладываться в активы с расчетом на их рост в течение одной или нескольких недель. Данная стратегия хорошо работает во время сильной волатильности рынка, когда всего за пару недель токены смогут дать рост в 20 или 30%. Для заработка на этой стратегии вам потребуется более крупный бюджет, на тот случай, если токены неожиданно уйдут в просадку, и у вас появится необходимость в усреднении позиции. В отличие от короткосрочной торговли, средний срок имеет меньше рисков, однако также требует от трейдера внимательно следить за рынком и правильно анализировать ситуацию. Данный тип торговли уже больше подходит новичкам, поскольку на недельных диапазонах намного легче считывать настроение рынка. Ну и последняя стратегия инвестиций – это долгосрок. Он почти не несет в себе никаких особенностей, ведь единственное, что требуется инвестору, это хранить свои активы как можно дольше, чтобы дождаться крупного роста монеты. Перспективу долгосрочных инвестиций можно хорошо отследить на примере биткоина, ведь те инвесторы, которые держали монеты на протяжении года или нескольких лет, уже оказались в большом плюсе. Таким образом, долгосрочная инвестиция остается наиболее безопасным способом заработка, который требует терпения от инвесторов и понимания того, на каком этапе роста монеты обязательно стоит фиксировать прибыль, чтобы не потерять часть дохода на возможном падении. А что по этому поводу думаете вы? Какой, на ваш взгляд, вид торговли лучше использовать новичку? И почему? Буду рада почитать ваши комментарии. Ну а я, как всегда, благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами до своего следующего видео. Отличного всем дня, удачи и пока-пока!